Чартерный рейс Одесса-Донецк перевозил болельщиков на матч Шахтер-Боруссия. Среди пассажиров были одесские чиновники и депутаты. Среди погибших в аварии Ан-24 в Донецком аэропорту помощник главы Одесского областного совета Валерий Бобков. Вместе с Бобковым летел 9-летний сын. Ребенок жив. Опознан и Александр Грушевич, директор крупной одесской строительной фирмы. Бизнесмен возглавлял крупную компанию, которая реставрировала практически все значимые исторические здания города. От археологического музея до оперного театра, где его компания была генподрядчиком. Фамилии еще троих погибших, по предварительным данным, Бутенко, Песня, Горбатенко. По распоряжению одесского городского головы Алексея Костусева создан штаб, задача которого решение всех вопросов, связанных с трагедией, и помощь семьям погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы. Также открыта горячая телефонная линия 705-15-53. На нее в оперативном порядке будет поступать официальная информация о погибших и пострадавших. Родственники, друзья, близкие пассажиров самолета Ан-24, следовавшего 13 февраля рейсом Одесса-Донецк, могут получить оперативную информацию о произошедшем. Я выражаю искреннее соболезнование семьям тех, кто погиб в этой трагедии. И хочу сказать, что с момента того, как поступило это скорбное известие, я занимаюсь всеми этими вопросами, и моим распоряжением создан штаб для решения всех этих скорбных вопросов, которые возглавил мой первый заместитель Николай Ильченко. При штабе открыта горячая линия. И также я создал своим распоряжением комиссию, которая начала проверку соблюдения коммунального предприятия Международный аэропорт Одесса правил безопасности при оформлении вылета самолетов. Ну, в частности, понятно, что речь идет об этом чартере. Контроль за работой штаба и за работой этой комиссии я оставляю за собой. Все мы на своих местах, и, безусловно, мы не оставим в беде, в том числе и в материальном плане, людей, у которых случилась такая трагедия. Очередная сессия областного совета началась с минуты молчания. Новости о погибшем коллеге-чиновнике узнали поздно ночью. Тяжело в два часа дня вчера. Было у меня в кабинете. Тяжело это все рассказывать. Давайте следующий вопрос. Каким он был? Валера, ну... Я просто дружил с ним. Ладно. Выходной он вообще не понимал, и мне не давало. Выходной это обязательно либо рыбалка, волейбол, теннис, он плавал, все что угодно. Вот, а, ну, за последние вот три года, это он второй, третий раз полетел на футбол. Такой футбол, такой футбол, и друзья уговорили. Он, в принципе, утрами не собирался, а вот к обеду собрался. Во-первых, я выражаю глубокое соболезнование семьям, тех, кто погибли. Количество вылетевших сегодня, сейчас уточняется по одной простой причине. Это был чартер, вот, и там своя специфика в регистрации тех, кто там вылетает. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на месте крушения от различных ведомств было привлечено 438 человек и 82 единицы техники. Самолет распорола, то есть именно благодаря тому, что самолет распорола, мне соседние пассажиры помогли отцепить ремень. У меня в самолете остались все вещи. Внутри паники, вот, как я уже сказал, как такой не было, потому что не поняли. Все, что это было, это было секунду, не знаю. Это произошло за семь, вообще все очень быстро произошло. На данный момент в больницах Донецка находится 17 человек, 9 из которых в травматологии. Депутат облсовета Андрей Андрусенко получил травму позвоночника. Его уже доставили в Одессу, в 11-ю городскую больницу. Губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий пообещал обеспечить необходимыми медикаментами всех госпитализированных. Большинство людей уже покинули город Донецкий. И они сегодня уедут с ясиноватой поезд на Одессу. Самолет принадлежал компании «Южные авиалинии». Ее работа приостановлена. Идет проверка. По факту крушения самолета открыто уголовное производство. Расследование факта аварии находится на личном контроле прокурора Донецкой области. Матч «Шахтер-Борусия» начался с минуты молчания. Футболисты и зрители на Донбасс-арене первыми почтили минутой молчания память преданных болельщиков.